всех приветствую на своем канале это очередной обзор продуктов ну раз я сейчас пока косметику не заказываю ибо у меня как бы ее дофига хотя вчера пришел бланк именной между распродажей закрытой и подарком частично на день рождения от и фраше но у меня как бы все есть поэтому обзор год продуктов если интересно смотрите если не интересно займитесь чем-то другим короче говоря ходила я сегодня в одно место история умалчивает и по пути домой заглянула ну может сказать пару магазов и есть у нас такие как бы хлебные ларечки со свежим хлебом охренеть каким свежим потому что у нас как бы есть углический хлеб и углический хлеб завод но попутно нам у нас еще продается куча всякого другого в общем сказ о том как я купила свежий хлеб свежим ларечки свежего хлеба умлического завода в районе центра хлеб конечно но он свежий вчерашний ну и тут в принципе еще не знаем из чего маргарин делается но в принципе состав более-менее нормальный булочка углическая упаковки 240 грамм 4 стучки по 60 грамм углич хлеб вот такое вот как бы мягкая но вчерашняя 21 с копейками а потом я зашла в дикси который напротив суриковской библиотеки все люблю этот дикси иногда туда заходишь но сколько раз туда схожу чаще всего натыкаюсь на распродолжу какого-нибудь молока по определенной цене всегда 39 с копейками но грубо говоря где-то 40 рублей около литра всегда и долго играющие я всегда стараюсь себе пару коробочек купить при запас в общем вот такое вот молоко первый раз вообще такое увидела две коровки 1000 грамм 3 2 жирности хоть и тут предыдущем видео говорила что мне как бы жирная нельзя но вот иногда вот такое вот постерилизованное или какое оно тут да он ультра постерилизованное питьевой молоко но вот всякие там в кашке всякие в какао чисто так хорошо идет я очень редко сейчас пью и вообще редко как-то пил молоко в чистом виде это очень сильно если приспичило в чистом виде я его пью только если она только что из под коровы или из под козы в какой-нибудь там деревне отборное молоко удобная упаковка проверенное качество вообще где вы делают у нас так а где вы делаете где-то наверно должны его делать а слушайте это вообще башку тостан ю-моё выговорила но россия сделано но 2 декабря прошлого года это 31 мая этого года в принципе что тут примерно полгода да ну где-то полгода и вот она стоила где-то 39 чем-то у меня кстати вот туда же чек остался закупилась она 287 рэп но круглила копейки и молоко было до 30 39 рублей 99 копеек грубо говоря 40 и вот еще такая же два молочка и мне вот так нравится когда у них вот такие скошенные коробочки с крышечками все выливается мне и как-то купила себе пару бананов на него тут слегка черненькие но мягонькие желтенькие я люблю вообще-то зеленоватые бананы но желтенькие тоже ничего бывают еще бананы такие пресные даже если они желтенькие а бывают такие сладкие даже это не желтенькие еще если купила как-то таки уже покупала раза два или три это у нас сделано в крыму 1873 год традиции качества пролив бычки обжаренные в томатном соусе у меня были какие-то бычки я вчера еще на днях думала что где-то у меня есть вроде консерва какая-то рыбная надо бы на ней суп творить шара достала из окна есть такие квартиры в которых на кухне под окном такое отделение и вот называется окно не знаю там как-то кто-то мне в каменках когда-то писал что-то какой-то советский или какой-то там холодильник ну короче говоря из под окна я достала из полочки эту самую по типу такой консервы открыла но поняла что вот это вот она вкуснее чем-то которую я открыла и в результате вместо того чтобы сварить суп я что-то ее с макаронами вчера начала ну и коту соответственно достала в общем она в порядке 60 рублей стоит причем всегда идет якобы по скидке и когда не по скидке но столько же стоит в общем баночка бычки запеченные или какие они тут а обжаренные в томатном соусе купила себе сметанки и помню сметанка заканчивается маленькую баночку тогда покупала в этот раз я большую взяла все хотела взять какую-то рыбинскую но вдруг увидела сметану по скидке тоже грубо говоря 39 тридцать девять девяносто девять все блин тут по 99 короче говоря эти самые сметана божья коровка грубо говоря 40 рублей банка 20 процентов жирности состав тут нормальный нормализованные сливки с использованием заквасочных микроорганизмов и сколько тут 330 грамм в общем посмотрим что это коровка она с 6 января и по 5 февраля но практически месяц думаю я ее успею делать хотя я как-то закупила сметаны заболела и получилось что не успела делать но я забыла что можно на сметане вообще пожарить какой-нибудь свиное мясо какой-нибудь там морковка и очень вкусно будет я еще купила икра трески 130 грамм обычно там какой-нибудь масло загадочное тут масло подсолнечное было хоть и консерванты е-200 и 211 но без них видимо сейчас никуда мне вообще на такую икру бутерброды с ней подсадила хозяйка кодо когда случалось что я работала и она была тоже бутербродики мы делали но я что-то периодически покупаю она что-то было внезапно по скидке она мне всегда говорила я покупаю только когда она по скидке я не знаю но наверно может так и стоит примерно сколько по щелет это тоже на 3999 тут только бананы 1709 и еще одна вот эта вот баночка 90 так перед ну 4990 грубо говоря увидела какую-то такую новую вообще не видела по 4990 были и маслины и оливки а мне что-то оливки охота как-то покупала открыла и как купила так они ушли в этот же день я даже не помню с чем я их очень редко и зеленые люблю эти оливки очень редко и по сиим в лучшем случае с сыром там в каком-нибудь салатике а иногда очень-очень редко хочется их чистом виде вот я тогда помню в чистом виде захомячила тут я что-то все ходила думала что хочу не хочу и вот видимо все-таки захотела что у нас тут оливки без косточки консервированные постерилизованная каста олива и вот угадайте где это создано а это создано у нас не поверите в белоруссии в бресте я не знаю белоруссии вообще день там растут эти оливковые деревья если растут у меня там каменты мятники если знаете просто интересно ну тут объем 314 миллилитров и номинальная масса 300 грамм номинальная масса продукта 90 грамм ну как обычно выданная очень повезет если там хотя бы на две трети этих оливок будет а то я помню как-то купила по-моему это были маслины не помню какой фирмы примерно такая же баночка открываю сливаю воду там где-то вот чуть меньше половины этих самых оливок ну чё у нас тут оливки соленомаринованные обычно пишут просто оливки ваза питьевая сульповальная пищевая это кислота молочная пищевая может не пищевая еще бывает кислота я не знаю не видела никогда добавку этой молочной кислоты но вот такая же молочная кислота была и в маслинках этой же фирмы и кислота лимонная пищевая и аскорбиновая кислота как антиокислитель в общем попробую если кому интересно могу даже мнение сказать потом где-нибудь в общем вот такой обзор еды лёля пошла по обзорам еды и даже длиннее двух с чем-то минут кто-то в комментах мне там написал я так понимаю что то видимо новый подписчик потому что много мне эти комменты где-то тут оставлял последнее время часто где-то оставлял комменты но видимо написал потом ударил коммент зря ударил я удаляю сейчас только мусор потому что у меня на канале как бы амнистия о чем написано в контактовой группе канала даже ссылка под каким-то видео было в общем говорил что типа последние два видео вообще ни о чем типа снимать как бы ничего и вот то видео было как бы на две минуты 20 секунд вот тут я думаю год больше чем на две минуты в общем всем спасибо за просмотр и пока